Боже, какой дебил, блядь. На, нахуй, в разные стороны. Полтора витка вообще светло. Энс говно! За 200 в час косарей. Тойота говно и не рулится нихуя. Короче, я догнал в жопу своего кореша Юру. Настоящее занятие марковода. Он такой, блядь, приятный, мягкий, класс. Шла уже какая неделя по счёту, как я владею Тойотой March 2. И нюцы присылают не только одногруппницы твои, но и, блядь, какой-то мужик предложил своей нюцы. Пруф, скриншот она. Я в ахуею. Короче, что сегодня у нас происходит? Сейчас мы с вами едем в Святая Святых, в мой личный гараж, где у меня стоит моя любовь. Сегодня я вас познакомлю со своей зайчкой, со своей кисонькой, со своей любимой девочкой просто вообще, со своей лучшей, просто любименькой моей, просто зайчей. Это просто чудо, а не машина. Моя солнышко. Короче, вы сейчас всё увидите, я вам сейчас всё покажу. Соответственно, нам просто надо взять какие-нибудь ништяки для Марка. В гараже у меня. Ну и, соответственно, по пути, то есть в гараже сейчас стоит эта моя пусечка, поэтому по пути сейчас просто вас познакомлю, потому что я уже вам доверяю, уже можно знакомить вас с моей зайкой. Тигры, в прошлом выпуске я вам задавал вопрос о том, как вы считаете, почему я снимаю в маске? Вот два самых остроумных ответа. Данил Степанов и Тигр с ником на японческом языке. Вы просто топ, хохотал в голос. Ну а свежее задание со вкусной наградой будет в середине ролика, так что не переключайтесь. Заходите, располагайтесь. Это моя любовь. Это 31-я цифира. Первая, самая правильная цифира на заднем приводе. И самое главное, что у нее под кодпотом. Почему я люблю эту машину? Вы не обращайте внимания, что она без номеров, она на учете стоит, все с ней четко, просто надо номера напечатать и, соответственно, повесить. Все классно. Сейчас объясню, что мне уникально. Это RB20D. 2 литра турбо. 200 с хуем сил. Причем он здесь стоит с завода, ни свап, ничего. То есть в России нет таких машин на продаже, вот чтобы она по документам была турбо. Нету, реально нету. У меня вот одна такая уникальная, единственная. Как лаурель выйдет, как мы закончим с марком, мы увезем ее в гараж Геннадьевичу и будем переваривать порожки на ней, короче, открашивать, приводить ее в порядок, перебирать мотор, потому что моторов таких тоже нету. Люблю ее, пиздец, всем сердцем. На ней несколько месяцев не ездил и хочется поездить. Она у меня классная, я ее прям вообще очень сильно люблю. Прям это, блядь, вовсе лучшая машина. Я ее хотел летом продать, но не смог просто вообще. Ну не смог в том плане, что реально не смог. Не потому, что никому она нахуй не нужна, нет. У меня там директ провален, на самом деле, с предложениями. Не смог я, потому что, блядь, я люблю ее, типа, как ей можно продать то, что любишь. Поэтому это пока моя самая любимая машина. Марк вообще рядом не стоит. Чубарик тоже рядом не стоит. Моя любовь. Оно у меня достаточно стильное. Колесики. Колесики у нас здесь непростые. Это оригинальный Worker Kite 17-го диаметра. Ширина, правда, узкая, семерки. Ну, в целом я их буду продавать. Кому интересно, можете мне в директ написать. Оригинальные, ровные, все с ними четко прям вообще. Самое интересное, смотрите. В машине сколько? Там практически не провисшие двери. Она вся в зазорах. Типа. Ну, то есть, блядь, тачке 30 лет. Вообще все охуято, типа, вы там броситесь. Ну, то есть, вообще, ноль усилий, чтобы закрыть все. Типа, она прям реально кайфовая. Здесь у меня классные стикеры. Здесь у нас клинок рассекающий демонов. С той стороны Наруто. Естественно, у меня на всех машинах проблемы с тонером, потому что я его сдираю. И мы здесь тоже не досодрали, короче, тонер. Потому что очень тяжело. У нас фена не было. Мы, короче, вот так, вот такими вот потрясающими делами занимались. В целом, вся вот эта история вообще есть в ТикТоке. Можете у меня глянуть про нее. Мы сюда зачем вообще сегодня приехали? Мы сегодня приехали за двумя вещами. Первое, это проставки. Потому что она, марка, колеса в арках меня сильно бесит. Поэтому временное решение мы сейчас просто сдернем проставки с цифиры. Вот. А второе, это мы снимем цурикавы, вот эти вот штуки. И повесим, точно так же повесим их в марка. Потому что на цифиру куплена другая пиздатая цурикава. А вот эти пойдут на марка. Это что лежат? Правильно, это кайловеры. Кайловеры нужная история вообще абсолютно. На статике будет, низкая будет, понимаете, да? Сразу, основа стиля, да? Колеса не должны быть утоплены в арках. Это выглядит так себе. Поэтому проставочки немножко решат нашу проблему. Если это же у нас получается пятая серия по марку, да, уже? Начинаем делать стиль. Никогда, слышите? Никогда не покупайте самый дешевый подкатной домкрат. Добром это не кончится. Никогда. Он, блять, работает. Просто он его загнул, да? Итак, проставки или как найти приключение на свою задницу за 5 минут. Алгоритм прост. Срываем гайки на колесе, домкратим наше ведро, скидываем колеса, накидываем проставку и притягиваем ее к ступице. Дальше обуваем колесо, спускаем с домкрата и протягиваем гайки на колесе. Важно! Когда будете покупать проставки, выбирайте их по марке авто, так как от этого будет зависеть шаг резьбы на шпильках проставки. Иначе вы получите вот такую проблему. О, сука! Ну, мы сейчас упнял, едем. Потому что вот эти гайки мне подойдут, чтобы прикрутить проставки. А здесь резьба ниссановская. Вот она вот этих. Получается, надо будет брать отсюда гайки. Конечно, у меня в гараже нету гайки таких. Сейчас, короче, эти жигулевские гайки не встанут на ту резьбу. Вот это жигулевские гайки. Встанут на эту резьбу. Как будто бы вроде бы все подходит. Великие жигули, блядь. Я спасен. Проблема решена. Теперь можно спокойно повторить алгоритм на втором колесе, чтобы гордо можно было заявить, что ты у мамы стенсер. Короче, проставочки поставил сразу. Вот колеса, когда в арках, машина минус миллион, короче, к внешнему виду. Колеса, когда вот чуть-чуть вот прям подходят вровень к арочке, сразу видок прям конфета. Вот просто посмотри. Вообще другое дело. Вот посмотри, как на передних арках сейчас и как на задних просто. Хотя колеса те же самые. 15-е колеса те же самые абсолютно колеса, но видок совершенно другой. 30 сантиметров, 30 миллиметров накинули. Все, совершенно все по-другому. Охуенно. Проставки вещь. Добивайтесь вот такого фиточка. Это нормальная тема вообще. Надо, чтобы вровень стояли колесики. Вот, а на нормальных колесах на жирных там вообще будет видок. Там пушка. Все, река, вы сняли, все, короче. Идем по делам, короче, в гараж, туда-сюда. Этого все делать, типа, надо еще тонер снимать будет. Поэтому, как-то так. Все, кончишь. При помощи магии монтажа я оказался в гараже. И не прошло и 15 минут, как я сгорел в очередной раз от прошлых владельцев и их смекалки. Сука, все три головки. На колесе 17-е гайки. На первой проставке 21-е гайки. На второй проставке 19-е гайки. В чем логика, спросите меня? Я не знаю. Зато точно знаю, что на лоуреле произошла минус шпилька. Потому что гайку закрутили не по резьбе. Сука, как он вообще ездил, а? Блядское занижение, нахуй. Занижайте, как пацаны, машины, блядь. Отвечаю. Да, задомкратить хорошим массивным домкратом сейчас Марчка, это прям квест. Но деваться некуда, ведь надо примерить супер стильные автоспортивные колеса, чтобы вас подразнить и самому передернуть на будущий видок моей Тойоты Марч 3. Охуенно будет? Без проставки. Хуя себе. Давай опустим, посмотрим. Лох, тьму, гей, нет, друзей. Опустил. Блядь, надеюсь, арку сейчас, нахуй, не зажмет мне, блядь. Ебать, это просто будет охуенно. Ебать. Блядь, это будет пиздец, прям самое то, нахуй, вообще. Надо резю покупать, нахуй. Срочно резю надо брать. Ебать, это что будет? Ебать. А там, скорее всего, он будет тридцатки ставить, да? Вот это я понимаю. Фу, сука. Хорошие японческие диски на отличных параметрах. Нормальный вылет и ширина 9J делают вещи. Видок будет прям вот как я люблю. К слову, для временного решения мне 30-ти миллиметровых проставок не хватило. Я решил накинуть 2 по 20. Верно это было решение или нет? Сейчас узнаем. Блядь, надеюсь, сейчас аркой, нахуй, не пизданется. Ну, блядь. Безантин добавили. Аааа! Сука, на тоненького, блядь. Геннадь, зацени, нахуй, петуха, блядь. Ну, это пизда, нахуй, задним арком. Все, им пиздец, нахуй. Ну, типа... Let's rock. 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 Наглядный пример, как закатывать арки не нужно. Умоляю, не повторяйте за такими балбесами, как я. Но, если сильно хочется, то можно. Короче, ювелирными движениями изящного инструмента под названием молоток я довел заднюю арку до совершенства. Самый идеальный идеал не идеален по сравнению с моей ювелирной раскаткой арок. Дальше процесс тот же самый. Повторяем с передними колесами и плавно переходим на другую сторону, попутно лишая красоты и жирности лауреля. К слову, если интересно, что за лаурель такой, то у меня вообще-то есть целая серия роликов про постройку этого самого дешевого дрифт-корча. В правом верхнем углу подсказка тыкай и смотри с кайфом. Важная ремарка про проставки. Если вам кажется, что это просто дань внешнему виду, то это не так. Проставками я добился не только фитухи, но и улучшения управляемости, так как колея стала шире и машина реально чувствуется более собранной. Всем рекомендую. Помимо проставок, стилек на машине я планирую добиваться всякими мелочами и аксессуарами. Одна из этих мелочей это Цурикава. Японский автоаксессуар, который получил распространение благодаря бандам Басадзоку. Изначально это были украденные поручни с автобусов, которые дерзкие япончики вешали на свои низкие тачки, чтобы всем еще больше показать, насколько тачка низкая и, соответственно, крутая, как самые крутые горы. А вот теперь, внимание, вопрос для возможности получить ништяк от меня. Почему все хондоводы любят мужчин? Остроумные ответы пишите в комментарии. Автор самого остроумного и веселого ответа получит от меня Цурикаву. Результат в следующем выпуске. Та-дам! Вторая Цурикава. Все, японческие телодвижения закончены. Теперь у нас есть Фитмен, Цурикава, типа низкие бандиты. Сталось нормальным колесом, на самом деле, поставить и это стонировать заднее стекло. И уже плюс-минус будет стилевая тачка. Короче, стиль стилем, но про техническую составляющую забывать нельзя. Когда Марк заведенный, прогретый, у него где-то что-то тут, короче, свиристит. Вот мы сейчас будем выяснять, что это такое вообще. И, соответственно, определять, какой из роликов надо менять, чтобы этого не было. Потому что это не кометфо, я так не люблю ездить. Доктор Хаус, Айболит, Дре, Дулиттл и даже Доктор Быков из Интернов просто ничто по сравнению с Доктором Геннадичем. Взял хитрое устройство под названием Стетоскоп. Да, название пришлось погуглить. И начал слушать подряд все ролики на предмет посторонних шумов. Это, как ни странно, самый точный прибор, который позволит диагностировать не только мою проблему, но и ряд других. Например, подозрительные шумы в двигателе или стук, например. При помощи него можно определить вот-вот провернутые вклады, что очень даже может сэкономить время, деньги и силы. Короче, ГРМ надо менять по-любому, но в планах это было. Ну, соответственно, по пути просто захватим помпу и ролики. Ну, надо же обслужить машину, чтобы она была охуительной. К слову, в прошлой серии, когда я сломался, я же рассказал, да, то, что сломались краники печки. Как, собственно говоря, сейчас система выглядит? Просто мимо крана печки уголочек и все. Печка работает, в машине тепло все скатит. Зимой заебись, летом, конечно, хуево, но до лета еще далеко. А, вон она еще где, сука, сломалась. Смотрите, она просто вон она. Ни на чем, нахуй, не сидит, блядь, фара ебанная. Короче, надо фару паять, блядь. По факту, нахуй ее паять не надо, потому что у нее крепление, говорится, сломано. Надо просто новую фару купить. Здесь нужна левая фара. Мусилок бампера. Все это дело, пат собрать. Правую фару спаять. И в целом, возможно, даже мы его не будем паять. Еще не знаю, если думать буду насчет покраски, короче. Хуй вот. Дальше, наверное, шотган. Или ГРМ. Не знаю, разберемся. Эй, если тебе нравится наблюдать за тем, как преображается мой марч 3, и вообще тебе хочется побольше подобного контента, рекомендую глянуть вот это видео о сборке моего дрифт-корча. Ну а следующая серия будет, как обычно, в следующий четверг в 16.00 по Москве. И это, подпишись на канал, а то че как лох. Субтитры сделал DimaTorzok